Русско-японская война, 1904-1905 год. Это уникальное 1910 года издание. Светлана Александровна с гордостью показывает диковинные издания Зональной библиотеки. На этих редких книгах выросли тысячи студентов, могучая кучка профессоров тогда еще Ростовского государственного. Однако будущие ученые даже не догадывались, какими методами порой доставались эти сочинения. Между стеллажами должен быть проход не такой маленький, а у нас эти маленькие проходы. И чем особенность, что здесь у нас работают худенькие, хрупкие женщины. Для того, чтобы достать нужную книгу, сотрудники ходят буквально по стеллажам. Скоро все может измениться. В ближайшем будущем фонду редких изданий придется переехать в другое помещение. Самые старые книги здесь около 500 лет. Сотрудники Зоналки переживают. Переселение может стать травмой для многих книжных долгожителей. Их нельзя просто брать, связывать шпагатом, нельзя просто грузить на машину, как обычно грузят пачки. Им, конечно, нужно особое отношение. Надо, чтобы не было влажности, чтобы на них не попало дождь, чтобы они лишний раз не подверглись перепаду температур. Отделы редких книг сформировали еще во времена Великой Отечественной. И в подвальных помещениях Зонально хранится вся мировая история. Богатство и нищета библиотеки в ее же книгах. Многие издания сегодня исчезающий вид. Это стеллажи трофейной литературы. Во время Великой Отечественной войны весь книжный фон сгорел. Поэтому библиотека вскоре получила иностранные здания на немецком, французском и английских языках. Вот, например, книга Шатабриана. На французском языке датирована 1827 годом. В 55-м Зональную библиотеку частично перевезли в особняк Парамонова. Архитектурное здание не ремонтировалось около 70 лет. В 2007 году это книгохранилище посетил Дмитрий Медведев. Будучи тогда членом попечительского совета ЮФУ, он пообещал за счет «Газпрома» построить для библиотеки новое здание. Ну, что-то не сложилось. В результате денег не было выделено. Были только выделены деньги по программе развития Миноборнауки. 7,5 миллиардов. И мы начали строить общежития. В этих новых общежитиях как раз и разместят фонд редкой книги. На первых двух этажах кампуса сегодня идет активное строительство. Руководство ЮФУ пообещало, через месяц здесь будет на что посмотреть. Однако перевезти 500 редких изданий планируют только летом следующего года. Нам надо дождаться, опять же, поличного температурного режима, потому что и так опасно поступать с перевозом этих книг. Мы сегодня планируем два зала выделить для библиотеки в строительстве нового университета. Отсюда должны уйти и книги, и люди. Иначе здание никогда не отремонтируют. Из Министерства культуры деньги на реконструкцию дома Парамонова так и не выделили. Марафет фасада два года назад навели за счет средств университета. В 2010 году лицо библиотеки, наконец, привели в должный вид. Однако остальные три фасада до сих пор не отремонтированы. Со стороны дворика отваливается штукатурка, а под тяжестью книг трещит фундамент. До 2020-го руководство Южного Федерального пообещало построить интеллектуальный центр, куда войдут все библиотеки университета. Для этих целей возведут новое многоэтажное здание. Однако нужна немалая сумма – почти миллиард рублей.